всем привет сегодня хочу рассказать о своей мастерской на балконе собственно как ее организовал то есть балкон шириной 90 сантиметров длина 3 метра вот то есть это обычная пятиэтажная хрущевка вот собственно сделал утепление стен снаружи вагонкой пластиковой утепление стен пеноплексом и между рейками там еще напыляемая полиуретановая пена вот и сверху на пеноплекс просто на полиуретановый клей положил вот такие вот пластиковые панели которые на них мало видно грязь и они скрывают некоторые дефекты строительства то есть я эту панельку поставил и на потолок и на стены вот ну дальше подробнее начнем со входа то есть вот обычная стандартная балконная дверь я не ставил пластик потому сейчас балкон теплоизолирован то есть смысла нету вот это вот отверстие я вынул отсюда панели которые еще вот как бы 73 года с даты постройки дома стояли тут стояли какие-то старые советские лдсп панели я не знаю почему их туда поставили они кроме тяжести ничего не давали никакой теплоизоляции маленький тонкий слой войлока был и собственно все я это удалил сюда с этой стороны поставлю фанеру вот закрою закрашу естественно все это и у меня будет внутри небольшой узкий шкафчик то есть вот ширина с ладонь в принципе этого хватит чтобы сделать несколько полочек и хранить там тяжелый инструмент типа рубанка молотка тяжелого и так далее дальше электроснабжение то есть ну естественно для лаборатории было необходимо электроснабжение то есть вот у меня идет короб 100 на 40 в комнате и от него ответвление ну такой вот самопальная тут сделано отверстие прямо в деревянной раме примерно по 20 миллиметров туда же я вставил металлическую трубу ну чтобы изолировать как бы от прямого воздействия если что деревянную раму и вот здесь вот кабель входит такой же короб то есть вот вот этот короб 100 миллиметров на 400 он п-образным порталом идет вокруг балкона с этой стороны у меня светильник общий он расположен вот здесь вот над окнами то есть это полтора метра купил в леруа ай да или полтора или метра 20 честно уже не помню максимально доступна яркость влагозащита то есть ну если какие-то пары будут чтобы не конденсировать влага и так далее вот этого света общего хватает для каких-то общих работ дальше второй выключатель нижний вот здесь вот на левом стеллаже просто обычный светильник галогеновый дальше над выключателем идет блок розеток так сейчас идет блок розеток вот этих розеток мне хватает на все случаи жизни то есть вот раз-два-три-четыре-пять и в самом верху ну чтоб не мешалось прям практически под сводом входа регулируемая розетка я ее выделил красным цветом и она у меня регулируется потенциометром от ста процентов до нуля вот у меня есть отдельное видео про вот эту регулируемую розетку я ее использую собственно для подключения обогревателя зимой вот под потолком висит инфракрасный обогреватель на двух дюбелях крючках цепочка то есть летом я этот обогреватель поднимаю и цепляю вот этими петлями ну чтоб не задевать какими-то длинными предметами чтобы он не мешался а осенью зимой опускаю его на вот высоту цепочки в принципе его можно опустить еще и ниже мощность обогревателя 600 ватт этого мне хватает но более чем то есть самые лютые морозы там москве вот было минус 25 я вполне на удаленке сидел под этим обогревателем то есть зимой конечно прохладно на балконе в том плане что пол остывает пол у меня выполнен ну кто знает хрущевские балконы пол здесь наклонный то есть чтобы вода сливалась вода тающий снег так далее чтоб сливалась на улицу поэтому я выровнял его пеноплексом не стал снимать стяжку не стал снимать плитку старую просто сверху на пену на пенный клей положил пеноплекс выровнял все это по уровню и положил обычный ламинат вот по периметру ламината вот проложен плинтус обычный пластиковый плинтус вот то есть там никакого провода ничего дальше вот с этой стороны у меня электрокороб тоже заканчивается розетками вот и два выключателя один выключатель это светильник над моим основным верстаком так с эти рабочим столом то есть рабочее место получается примерно 900 на 600 вот а второй выключатель это вот интересно это вытяжка то есть вот над форточкой я сделал окошечко прорезал и обычным коробом лиро купил вот там сама вытяжка цена и и честно говоря не помню куплена была давно уже в леруа вот ее параметры вот и дальше она опускается за полками то есть полках есть пропил под этот прямоугольный короб и вот собственно он выходит вот но тянет до видео конечно я показать от не смогу но тянет довольно хорошо в планах у меня это будет в дальнейших видео сделать из стеклопластика воронку с фиксируемый на ней и зафиксировать на ней бумажный фильтр чтобы можно было проводить какие-то работы аэрографом вот но в данном случае сейчас вот пока короб есть я могу например при пользовании клеем когда запах идет там чтобы детей не раздражать жену я просто включаю вытяжку весь запах от клеевых работ уходит вытяжку то есть очень как бы удобно краски для кожи они довольно едкий запах имеют тоже хорошо вытяжку вытягивает вот и получается так что вытяжка работает наружу то есть она воздух изнутри помещения выбрасывает на улицу и если форточка закрыта то воздуха на балкон засасывается из комнаты то есть получается теплый воздух засасывается далее далее по оборудованию собственно рама оконная раму я ставил самую обычную деревянную ну правда двухстекольную вот центральная секция не распашная она установлена неподвижно распашные только боковые секции то есть вот одна сплошная большое окно и правая секция это окно и форточка над ней вот поставил такой ограничитель очень удобно то есть когда довольно прохладно на улице можно отрегулировать поток воздуха для комфортной температуры вот дальше ну рабочее место мне как бы простой тут небольшой контейнер для мусора я думаю может быть его расположить под под столешницы точно каком-нибудь выдвигающимся кронштейне но пока так пачка с одноразовыми перчатками вот на полках полки у меня установлены и левый правый стеллаж на вот этих вот шведских рельсах вот на рельсах установлены кронштейны максимальной длины чтобы полки не прогинались и полки но полки как бы из того что было то есть вот это деревянные щиты верхняя полка из ламинированного дсп вот ну наверху у меня на самом верху редко используемый бардак хранится то есть это вот до этого можно еще дотянуться то есть насадки для дремеля лежат там какие-то органайзеры с электроникой это вот большие запасы там скотч-брата и протирочных салфеток там какие-то заготовки ракал то есть все что более менее реже нужно вот дальше мне идет полка с органайзерами тут все и электроника и шурупы там мебельная фурнитура винты болты гайки там гвозди набойки то есть для ремонта обуви то есть все 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 такое то есть все вот так вот вытаскивается взял поработал обратно задвинул дальше тут сейчас пока временно было конечно но временно она мне превратилась постоянно то есть кронштейн какой-то у меня завалялся я на него прикрутил вот такой вот винт с шабой и гаечкой и очень удобно вешать дремель то есть дремель китайский с алиэкспресса он получается у меня висит на уровне куда я могу дотянуться рукой сидя на рабочем месте то есть не вставая при могу снять и он мне не мешается перед моим версаком то есть он не висит на глазах здесь хранится барахло которое используется для каких-либо проектов текущих то есть вот тут прищеплена вот эти вот стойки ну сделаны из обычной системой джокер я их просто поставил чтобы разгрузить полки чтобы они не провисали не дребезжали вот в принципе удачное решение трубки стальные то есть на них можно и лепить вот какие-то такие вещи типа вот этого держателя телефона можно лепить магниты то есть вот у меня на магнитах какие-то ерунда какая-то висит какие-то коробочки металлические то есть магниты в этом плане очень удобно на кронштейны можно повесить их вот то есть оперативная полка вот банка с клеем всякие шпатели выкройки для кожи шкурка то есть когда занимаюсь электроника этот набор естественно меняется лабораторным блок питания занял свое место уже законная здесь на постоянке вот бы хватает его на все случаи жизни то есть я взял себе на 30 вольт 10 ампер пока не возникало мне потребности брать чего-то больше то есть его хватает даже там на гальванические там меднение предметов и так далее вот дальше вот у меня проложен кабель тут висит ну сейчас он скручен то есть кабель просто зацепил юсбишный обычный юсбишный вот так вот по наружке стационарно его прокладывать пока нет смысла и вот кабель у меня уходит к электронике здесь у меня стоит мой долгострой вот 3d принтер вот дельта принтер по схеме кисля на v-образном профиле на вы слоте тут осталось совсем уже малая малость то есть подключить крыльюхи и на блок питания нагреваемый стол и сконфигурировать уже прошивку ну это ближайшие это кстати ближайшие видео будет рассмотрено дальше что у нас есть вот основное рабочее место вот то есть как я говорил на магнитах очень удобно на этом кронштейне у меня развешанные сильные магниты на алиэкспрессе обычно вот эти редкоземельные и все что используется очень часто у меня тут висит то есть вот шестигранники шариком на конце ножницы киевские которые ну просто везде всегда используются самодельный керн из сломанного меча к сандвиков скала пинцеты разных форм-факторов два зажима для бумаги булавка и ножницы маленькие для обрезки ниток вот тут у меня закреплен такой самодельный кронштейн для телефона удобно снимать с него видео сейчас опять же на магнитах то есть вот есть магниты на алиэкспрессе продается с центральным отверстием под шуруп вот на них удобно закрепить линейку стальную вот дальше здесь вот у меня ну за окном тут барахло детское белье неглажное вот здесь у меня расположены так сказать будущий проект это вакуумопровод и пневмопровод тут еще как бы вот вакуумопровод у меня уже начин значит он герметизирован здесь а пневмопровод вот обрывается то есть надо еще его допаивать суть в чем ну как я показывал своем видео про вакуумный дегазатор то есть к вакуумным дегазатору подсоединяется силиконовый шланг этот силиконовый шланг просто уходит вот сюда то есть вместо того чтобы каждый раз там при работе с вакуумом доставать ставить куда-то под стол или на стол вакуумный насос просто вот шланг подсоединил сюда в цанговый разъем включил вакуумный насос там систему управления через релюхи и пускатель вот и так куда она мне тут открывается вот сюда вот то есть вот флажком открыл вакуум закрыл все тут вакуум метр то есть чтобы следить за уровнем вакуума вот ну пневмопровод тут тоже будет манометр вот я еще подумал как его расположить чтобы они как-то немножко не пересекались чтобы были каскадно друг над другом то есть скорее всего пневмопровод я еще там переделаю вот из вакуума провод то есть вот на обычных кронштейнах идет 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 под потолок вдоль потолка уходит и переходит на вот эту вот верхнюю полочку вот сейчас у меня тут тоже ближайшее видео будет про и ремонт этих сандалий вот там стоит вакуумный насос вот так же еще дальше лежит ресивер 8-литровый который я как ресивер вакуума буду использовать то есть там соберу вакуумную станцию управляемую с ардуинки с рабочего места чтобы туда просто не лазить каждый раз то есть просто все быть по цену к вакуумопроводу он там штуцер с елочкой и здесь просто цанговый разъем также рядом будет стоять компрессор от холодильника все сейчас это завалено коробками со шкуркой он ресивер компрессор стоит другом месте ну как когда сделаю будет отдельное видео то есть это сейчас вот все верну вот опять здесь на кронштейнах у меня магниты то есть удобно хранить всякое барахло блоки питания для 3d принтер на 24 вольта и на 12 вольт повесил на такой вот монтажной ленте вот дальше вот интересная вещь вот у меня шкафчик шкафчик корпус шкафчика собран из лдсп то есть вот эти вот панели это лдсп в леруа напилены вот дальше у этого балкона нагрузочная способность там около 500 600 килограмм вот плюс еще дом ну сколько он служил там 50 лет ему да то есть ставить всю инструментальную тумбочку на пол балкона ну мне показалось немножко страшным вот поэтому тумбочка прикручена дюбелями к стене то есть она фактически весь свой вес перераспределяет на стену и вот здесь вот тоже вкручен трос вот крюк в дюбель вкручен и здесь натянут трос трос закрепляется через кронштейн ну короче прикручен там к тумбочке то есть весь вес тумбочки нагружен на кирпичную стену там внизу вы видите еще есть металлическая ножка но это металлическая ножка ну очень мало воспринимает на себя вес то есть она просто как компенсирующее звено то есть если тумбочку уже перегрузить то часть веса пойдет на пол через эту ножку но это совсем незначительный вес вот дальше чтобы тумбочку облегчить я сделал ее из 8 миллиметровой фанеры вот ящики тоже влера напиленные вот отклеивается потому что маслом пропитал фанеру и вот эти вот наклейки маркировочные они не держатся особо на масле но первый ящик большого объема сделал тут как бы все побросал без организации сейчас пока кабели всякие лежат жгуты и шлейфы вентиляторы пластик для принтера там клеммники еще в глубине то есть когда что-то нужно по электрике вот там термоусадочные трубки вот то есть большой ящик для кабеля потом еще и внутри как бы организацию сделаем вот потом ящик креющего инструмента то есть у меня тут сверла мечики напильники коронки сверла по дереву по бетону по металлу шлифовальные круги там черепашки вот эти вот все как по дому сверлить обеспыливание фрезы для ручного фрезера вот маленький такой вот кусочек нержавейки как на коваленька у меня отвертки маленький молоточек то есть тоже как бы здесь нужен органайзер но будет 3d принтер собран то есть будут органайзеры и для этого ящика и для этого ну и для всех последующих вот еще есть мысль кстати сделать органайзер из лотка для столовых приборов языке вот ну это посмотрим дальше идет ящик с измерительным инструментом тут тоже немножко вот хаос получается главное тестер рулетки термометр лупа то есть лазерный дальнометр термометр спиртометр там штангенциркуль уровень уголок угольниками потом этот самый угломер индикаторная отвертка то есть все что связано с измерениями различного типа вон там весы лежат как бы вот такой вот ящик да кстати хотел сказать для экономии опять же и веса не стал делать фасады то есть тут видно что вот направляющие не скрываются то есть фасадов нет то есть это вот только ящик прикрученный чисто ради экономии веса потому что это было бы еще килограмм пять десять может быть так дальше вот измерительный инструмент клеи ящик с клеями то есть вот графитовая смарт графитовый лак там тут у меня паяльники простые насадки для них очиститель дожала паяльник старый уловоотсос всякие герметики клей герметик для резьбы вот хороший очень подсмотрел на работе и теперь пользуюсь такими вот разные скотчи вот полировальные пасты маски паяльные полировальные пасты диалюкс очень хорошие цапан лак насадки для фена паяльного припои бура сосновая канифоль у практически не пользуюсь сейчас пользуюсь вот такими вот припоями очень нравится вот пипетки и всякие то есть подобного плана полировальный круг для мотора дальше идет ожиренное дело тут вот штампы штампы шарики картинка такие пока картинки паршивая краска для кожи там нитки резцы ну правда для дерева старой советский паршивая но как бы выбросить жалко киянка нитки иголки фурнитура финишный крем губки тут в сумке всякая кромкорезы сликеры пробойники вот тут кардины доставать не буду всякая фурнитура там молнии дальше абразивы и точилки ножи вот то есть некоторые ножики вот мор и горелки на оценковый баллон точилка ножовка для шпона ножи канцелярские монтажные всякие но это вот паршивые бруски которые от вот это вот точилки которые становятся дугообразными буквально через одно до использования вот некоторые бруски надфили алмазные брусочки керамические брусочки то есть всякое такое задачное так степлер и термоклей то есть тут вот хороший термоклей тоже подсмотрел на работе теперь пользуюсь вот таким вот термоклеем метабо очень рекомендую хороший термоклей ну и лучший термоклей пистолет дремель то есть который вот жена подарила пользуюсь с удовольствием это у меня оправка для подвешивания на гальвана пластики какие-то проволочки от монтажной макетной платы кронштейн с веревкой скобы для скобы для степлера вот и скобы и сам степлер сейчас пользуюсь только фирмой rapid шведская фирма вот и степлер rapid модель r-353 вот очень рекомендую то есть я это все подсмотрел у юры у полимерщика с работы ну как бы он прав то есть хорошим инструментом надо только пользоваться и вот степлер самый лучший то есть до этого всяким барахлом пользовался вот это очень рекомендую закаленные скобы по моему на 14 миллиметров до 14 миллиметров и на 8 миллиметров то есть что-то не глубоко забить 8 миллиметров на 14 миллиметров держит просто отлично вот ну и перчатки тоже подсмотрел на одной работе вот такие перчатки джексон вот это с но не прокалываемые перчатки типа не прокалываем естественно если там иголку будете колоть проколите но как бы с острыми предметами там с ножом иногда предохраняет немножко до некоторой степени то есть в них хорошо работать и обычные с нейтриловым покрытием перчатки тут уже такие все уделаны джексон вот очень рекомендую очень классные перчатки но дорогие естественно вот еще пакет с пузырьковыми уровнями так это из фурнитуры другого ящика то есть ящиках еще надо наводить порядок вот отклеивается значит что-то нормально приклеить вот тут мебельная фурнитура остатки от всяких проектов строительства мебели то есть подвеска шкафчиков на стену там доводчики ящиков ручки оконные там но это вот осталось от дремель дремель просто говно вот то есть берите просто китайские граверы с алиэкспресса потому что дремель это унылое говно которое делает также китай вот петли для стеклянных полочек там всякое-всякое вот это наверное пожалуй можно переложить в электрику там запчасти и инструмент от старого велосипеда всякое всякое такое барахлишко сборочный инструмент и всякие остатки полировальные салфетки струбцины щетка для зачистки сварочных швов клепочник что тут а это у меня паяльная станция сгорела ну точнее сгорел блок питания я сейчас блок питания заказал вот и поставлю нормальный блок питания к этой паяльной станции ну правда корпус надо будет сделать то есть тут запчасти от ружья подводного трансформаторы от всяких старых изделий резиновая тяга от подводного ружья вот тисочки неплохие и ручные и такие хобби и последний ящик это всякое барахло связано с электроникой что просто ну где-то надо хранить всякие радиаторы вот самодельная панель ультрафиолетовая для засветки блок питания пришел для паяльной лампы для паяльной станции то есть подставка для паяльника то есть всякое всякое барахло таймер от старого вентилятора зарядники блоки питания старый фонарик что что жалко выбросить из чего можно надергать там запчасти и так далее вот под тумбочкой еще есть пространство хранится шуруповерт вот и вот что интересно вот сейчас достаю тоже под тумбочкой запихана палатка я ее так называю вот вот это вот стул на котором сижу сейчас я его уберу под стул у меня вот видите на вот этих вот подпорках всякие доски на подпорках закреплены кольца хомутах здесь потом на уровне взгляда вот здесь и собственно вот вот на кранштейне вот это кольцо четвертое потом около 3d принтера вот пятое кольцо стене здесь ну такой карабин чтобы легче было встегиваться здесь я встегиваюсь оставляю по моему просто и здесь вот есть кольцо тоже в тени вот между этими кольцами я растягиваю вот эту вот самодельную палатку я ее использую для пыльных работ сейчас покажу как это выглядит вот такая вот палатка как я называю вот она растягивается между кольцами ну конечно не в полный рост то есть когда стоишь и полный рост упираешь с головой вот ну вполне хватает чтобы поставить до пару тублеток и на них например какой-нибудь щит обкромковать фрезером там распилить лобзиком пошлифовать шлифовальная машинка это очень помогает не запылить комнату ну хотя бы свести к минимуму то есть пыль если там и уходит то где-то она прямо у входа в балкон то есть сам заходишь сам на себе пыль выносишь но она как бы не разлетается сильно по квартире то есть для пыльных работ сама но то есть ободрать вилку велосипеда от краски перед перекраской милое дело заходишь туда ввел туда кабель и работаешь болгарочка обдираешь ободрать сувель там какую-нибудь кленовую деревянную ежиковый фрезой очень хорошее дело внутри есть окошко она на липучке но сейчас не буду открывать открывается то есть ну если совсем уж душно и если не мелкая пыль летит а какая-нибудь такая более-менее крупная стружка то можно открыть вентиляционные окошки но принципе работа не такие долгие то есть там сидишь не задыхаешься потому что ткань довольно дышащая и щелей хватает у меня была мысль подсоединить всю эту палатку еще к вытяжке но в принципе пока потребности такой не возникало вот такая вот система отстегивается встегивается эта палатка буквально за минуту единственно конечно вылазишь из нее весь пыльный как кочегар вот сижу я здесь на табуретке ну тут у меня всякие подкладки там полиуретановый круг которую юрий стрельнул здесь пеноплекс лежит все собираюсь из него вырезать форму для вытяжки потом табуретка но табуретка обычная как бы да но сделал на него поролон и обтянул тканью слишком мягко сидеть то есть как ни странно получается некомфортно а ну хочется потверже то есть тут я ошибся то есть для работы рекомендую что-то не такое воздушное не такое мягкое вот еще не последние по потребности обычная стандартная полка для инструмента то есть вот с отверстиями всякими взял в леруа вот и разместил просто между двумя балками рамы вот прикрутил держится крепко там на четырех шурупах вот у меня весь инструмент которым пользуюсь очень часто располагается здесь электромонтажный слесарный то есть тут отвертки сейчас отвертки плоскогубцы тонкогубцы круглогубцы биты отверточные там зажигалки очки обязательно используйте для защиты при работе с болгаркой там и вращающимся инструментом стеклорез крайне редко то есть всякие монтажный инструмент зубная щетка постоянно нужна маркеры всякие нож монтажный съемник микросхем маркер перманентный съемник изоляции монтажное зеркало разводной ключ обжимка для дюпонов обжимка для кабельных наконечников обжимка для ножевых клемм съемник изоляции очень хороший вот кстати такой рекомендую вот ну и всякое такое дарина отвертка хохмановская вот то есть очень очень удобное расположение потому что но все равно теневое расположение балкона то есть второй этаж и вокруг деревья то есть тут даже самый яркий солнечный день вот как сейчас хорошая погода здесь постоянный такой ну не полумрак на тень то есть окно все равно закрыто еще и там стоят растения на подоконнике окно прикрыто то есть смотреть через него бесполезно поэтому использую здесь вот на уровне глаз такую полку поставил для инструмента и как ни странно меня спрашивали иногда что не буду ли цепляться вот как бы вот на чем она держится тут вот клей и два шурупа как ни странно хотя на уровне глаз ни разу не зацепился то есть все торчит но торчит на уровне вот подоконника по ширине то есть никогда никто сюда не ударяется головой или глазами не дай бог вот то есть вот такой вот балкон такая мастерская на балконе в принципе хватает для очень большого диапазона работ вот и у меня еще конечно в планах и доделка вакуумной пневмосистемы и надо доделать 3d принтер он очень для многих дел потребуется ну все это будет следующих видео ближайшее время покажу как вот сделаю шкафчик в балконной двери тоже в принципе много инструмента туда уйдет полезного и материалов можно туда засунуть ну вот собственно все всем спасибо до свидания подписывайтесь ставьте колокольчик ну вы знаете короче что делать